на улице май жара скоро лето хочется гулять отдыхать ну и конечно иногда что поделать поработать но если по сути на работу вечером или послезавтра вы можете отдохнуть на диване и посмотреть что же творится в мире и не пропустить новый выпуск как бы новостей как пытаются заработать на дне победы что там происходит в игре престолов откуда течет вода у китайского димаша кудайбергена а также медведи на балконах и горячие автобусы быстрый обзор тех событий что особенно удивили нас на прошедшей неделе проходите на сайт qz media.kz и будьте в курсе всех новостей поехали от гремели празднование 74 годовщины окончания великой отечественной войны но не все смогли провести этот день не уронив планку с годами масштаб празднований только увеличивается иногда принимает странные формы так российском городе ноябрьск владельцы супермаркета решили изобразить на 9 мая танк сделали что-то среднее между танком и самоходкой из того что подвернулась под руку а под руку подвернулись сотни банок пива и упаковки кетчупа вот такой вот танк у нас получил последние годы мода на креативные букеты вошла в моду но вот танк из кетчупа и пива выглядит весьма сомнительным жестом уважения еще дальше пошли производители игрушек перед днем победы в сети предлагалось купить мягкую игрушку под названием ветеран плюшевое чудо изображала себя бравого усатого солдата в пилотке и гимнастерке так сказать заснись ветераном в обнимку и получи плюс 10 патриотизму члены совета ветеранов уже успели осудить подобное дизайнерское решение не хотят ветераны прошедшие огонь и воду быть мягкими игрушками в честь интернет магазинов после первых комментариев данное изделие исчезло из продажи пока весь мир с нетерпением ждет чем же закончится самый дорогой сериал в истории игра престолов создатели то ли пытаются сделать деньги на всем то ли не слишком хорошо следят за процессом съемки так в четвертой серии последнего сезона во время пира в тронном зале в интерфелла на одном из столов обнаружился стаканчик кофе и starbucks неизвестно каким ветром его туда занесло но сеть кофеин уже получила немалый прирост популярности возможно в последней серии на поле боя внезапно обнаружатся корзинки из киевси а на железный престол сядет рональд макдональд он остановись надеемся что хоть это поможет доснять сериал без экономии на спецэффекта напомним что бурю негодования фанатов вызвал эпизод когда джон снова покидает своего верного лютоволка призрака и даже не гладит его на прощание неужели так сложно было потрепать песика по загривку и сказать что он хороший мальчик возмутили зрители на что создатели дали простой ответ волк анимированный и чтобы нарисовать как его гладят нужно много денег кто хочет чтобы джон снова больше гладил волков и меньше страдал всякими глупостями высылайте деньги создателям игры престолов а мы идем дальше слава о нашем певце димаше кудайбергенове стремительно идет по миру вот и китайские художники решили выразить дань уважения исполнителю а заодно и прорекламировать себя небольшом китайском городке чанша население которого всего 7 миллионов человек появился необычный фонтан это огромная плазменная панель с дырочкой посередине оттуда бьет вода причем изображение на экране меняется компания весьма своеобразно поняла фразу лейся песня теперь местные жители могут любоваться как струя бьет то изо рта певца то из его носа то просто течет по подбородку интересно как бы я смог понять что это великое искусство если бы ты меня об этом не предупредил казахстанские поклонники димаша не вполне оценили задумку хоть по словам создателей они вдохновлялись концертом который прошел под проливным дождем но лил то он все-таки не из димаша как часто мы видим на балконах не самых элегантно одетых людей кто-то выходит покурить майки в спортивном трико а кто-то и вовсе ограничивается халатом и семейными труселями но вот жители уральска на прошлой неделе увидели на одном из балконов нечто совсем необычное из окна многоэтажного дома на прохожих смотрел медведь косолапый к его чести не курил и не бросал окурки на ротуар и вообще вел себя достаточно пристойно но такое утро в сосновом двору очень напугало некоторых уральцев все-таки медведь животное дикое и обитать должен среди свежих ягод и грибов лесу они среди засоленных огурцов на балконе по предварительным сведениям квартира принадлежит владельцам контактного зоопарка и быть может скоро с уральских балконов будут выглядывать орангутанги жирафы и муравьеды главное чтобы не верблюды по опыту наших городов под балконами увы и без этого наплевано ну и новость из нашего любимого петропавловска если вы сейчас едете в маршрутном автобусе не спешите паниковать а просто посмотрите под ноги нет ли дыма не выдержав майского североказахстанского солнышка автобусы начали массово гореть с начала месяца уже три единицы транспорта попытались обратиться в пепел счастью никто не пострадал пассажиры благоразумно выходили из начинающего платья автобуса понимая что до своей остановки они уж вряд ли доедут а поездка с огоньком это удовольствие достаточно сомнительное троллейбус горит у меня осталось две поездки на следующий автобус что заставляет транспорт гореть на работе пока не выяснено в одном случае причина явно в электропроводке как бы то ни было погода стоит прекрасная петропавловск цветет приближается лето так что выходите из душных автобусов гуляйте по нашему прекрасному городу где на балконах нет медведей а фонтаны бьют из правильных мест увидимся на следующей неделе чтобы посмотреть 5 новых как бы новостей меня зовут Закижан мамлетов переходите на сайт qz media.kz подписывайтесь на нашу группу в инстаграме и будьте счастливы всем пока